Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Сегодня я хочу заняться окучиванием картофеля, но прежде чем я этим займусь, необходимо сперва починить окучник. В предыдущем видео я говорил, что с ним что-то пошло не так, но в общем-то произошло следующее. Развалился один из двух подшипников на одном диске. То есть сами вот эти шарики, они все вывалились и остались только верхняя коронка и внутренняя коронка. Поехал в Абакан, по другим делам я поехал в то место, где продают подшипники и таких подшипников не было. То есть там продавец говорит, что подшипники какие-то новые, то есть их еще не завозили, можно только под заказ. Заказ будет идти в пределах 10 дней. Но подумав-подумав, узнав их цену, то есть она говорит, что они будут стоить примерно 70 с копейками рублей за один подшипник. Сейчас, кстати, покажу второй подшипник, который у меня еще остался. Вроде бы он работает, но такое ощущение, как будто он уже немножко подржавел. Хотя я не могу сказать, что у меня дисковый окучник, он где-то стоит на открытом небе, или под открытым небом. То есть он у меня в гараже, здесь сухо, воды нету. Но, тем не менее, коррозия на нем почему-то присутствует. Итак, вращается. Ну, в принципе, неплохо. Не сказать, что он прям... Ну, с маской, видать, все-таки есть. Вот такой же подшипник, то есть один разлетелся. Как я уже говорил, в магазине не было, была возможность только доставить их под заказ. Приехав домой, думаю, ну, наверное, скорее всего, они китайские, раз их нету еще в наличии у нас. Зашел на Алиэкспресс. На Алиэкспресс ввел номер, который был указан вот на этом, на целом еще подшипники. То есть и вуаля, они там были. На Алиэкспресс они стоят, по-моему, порядка, ну, 50 с копееками, что-то до 60 рублей. Вот один подшипник. По размерам, один в один. Единственное только, что, ну, вот это уплотнительное кольцо, то есть оно разного цвета. Здесь черное, здесь какое-то коричневое тоже. С этой стороны тоже оно уже черное какое-то стало. Подшипники один в один. Взял сразу, заказал пять штук, думаю, мало ли, а то опять один развалится, чтобы уже не бегать никуда в самый неподходящий момент. То есть, чтобы можно было сразу их, в принципе, на месте заменить. Итак, сейчас необходимо там зачесть. Я взял наждачку, затем установлю. Один все-таки старый поставлю, пока пускай походит еще. Только детство, ВДшкой немножко я попшикаю. И один поставлю новый. То есть четыре штуки у меня еще останутся на запас. Все это соберу, после этого загружу мотоблок и поеду на поле. Посмотрю, вообще взошла там картошка или нет. То есть, после того, когда мы садили их, автоматически картофель с сажалкой. Если она взошла, скорее всего, пройду сперва тяпочку. Если там травы сильно много, протяпаю. После этого уже подцеплю окучник, фунтозацепы. Потому что, я думаю, все-таки на этих колесах он, ну, навряд ли он нормально потянет этот окучник. Также возьму с собой груза, чтобы хорошенько его пригрузить. Ну, в общем-то, это будет уже дальше в видео. Итак, сперва делаем. После этого уже едем на поле. Субтитры сделал DimaTorzok. Внутри диска шкуркой все зачистил. Теперь можно сюда устанавливать новые подшипники. Ну, один новый, другой, соответственно, старый. Итак, WD-шка немножко его промочил. Теперь беру литол. И внутри это все смазываю. Чтобы, во-первых, не было коррозии. И, во-вторых, ну, чтобы он просто сюда легче зашел. Также внутри еще полностью всю эту втулку промажу. Потому что я смотрю, на той стороне, как бы, ну, на штыре была коррозия. То есть, либо это еще в магазине как-то, или когда они перевозили, туда вода попадала. Либо как-то еще каким-то способом. Итак, устанавливаем. Может, даже и от рук зайдет. От рук сильно не хочет идти. Так, ладно. Берем дощечку. Потихонечку. Потихонечку туда его убиваем. Все. С одной стороны зашел. Теперь то же самое необходимо сделать с другой стороны. Так, новый подшипник у меня. Вот. Так же литол. Все здесь промазываем. Ну, пользуясь случаем, сразу, наверное, то же самое сделаю с той стороны. Сейчас гайку откручу. Промажу все, чтобы там тоже коррозия уже не возникала. Так. В этом случае кашу маслом не испортишь. Так, сразу отсюда все это промазываю хорошенько. Кстати, вот этим опушником, ну, как бы, я не скажу, что я сильно много пользовался. То есть, я, наверное, либо один, либо два, может, с сезона раз. Да, раз или два я мокучивал. И то, как бы, не заметил бы. Это, скорее всего, у меня еще подшипник сломался в прошлом году. Потому что в этом году что-то я лазил, так смотрю это. Думаю, посмотреть надо. Чтобы было оборудование готово к сезону. Раз, смотрю, он это. Все криво-косо, я не понял. Думаю, что за ерунда. Там, оказывается, вот, подшипник полетел. Так. Этот тоже. Сразу не заходит. Ну, вот, в принципе, теперь все нормально. Подшипники установлены. И теперь можно обратно их надевать уже сам окучник. Так. Так. Это каким-то таким образом пока положим. Теперь надо очень-очень-очень аккуратно туда это одеть, чтобы не повредить подшипник. Так. Это тоже еще помажу. Причем подшипник развалился тот, который, то есть, ну, вот с этой стороны стоял. То есть тот, который внутренний, он, ну, ему ничего в принципе нет. Так, ну, теперь приступим к надеванию. Вот и все. Теперь можно переворачивать. Валеньку, потихоньку все это дело затягивать. Ну, кстати, гайки хорошие, которые с резинкой. То есть самоконтрящие все идут. Теперь нужны следующие. Тут на 17. На 17. На 17. Думаю, наверное, хватит. Теперь пробуем перетянуть. Да, перетянуть. Это уж очень-очень тугом там идет. Так, теперь попробуем. Это какой-то диск, так скажем, немножко. Но это, кстати, тоже кривовато. Если будет на камеру видно, то есть... Ну, конечно, люфт, так скажем, мягко-очень, мягко говоря, есть так. Ну-ка, этот. Ну, здесь, кстати, да, здесь. Здесь еще больше. То есть они его просто неправильно приварили, видать. Ну, как русская пословица, не для себя, да и ладно. Поэтому, конечно, такие вещи лучше. Лучше, лучше, лучше. Ну, да, тут, кстати, и видно, что проварено очень и очень плохо. Можно, конечно, взять все это болгаркой, аккуратненько, аккуратненько срезать. И его потом оцентровать. Ну, посмотрим. Это, наверное, если что, в будущем, наверное, так и сделаю. Так, ну-ка, еще немножко. Ну, да, диски, конечно, кривые, как. Ну, ладно. Так, пока работает. Сейчас в ту сторону также возьму, промажу. И все, гружу мотоблок и еду на поле. Вот я и приехал на картофельное поле. Дорога была, очень мягко говоря, пыльная. Дожди вроде и были, но такая погода, что два дня постояла более-менее теплая погода. И как бы опять пылище поднялась. Итак, постоял картошку. Трактор, видно, что ее, ну, как, пытался, видать, проборонить. Но у него это, видать, в силу того, что участок все-таки кривоват. Именно мне попался такой. То есть, и, ну, сделано было это очень и очень плохо. Поэтому сейчас беру сперва тяпку перед тем, как выкатывать мотоблок. Пробегу сперва тяпкой, срублю траву ненужную. Ну, кстати, трава, можно так сказать, не сильно того, чтобы и большая была. Поэтому немножко пробегусь. Сперва ее срублю, затем выкатываю ботоблок. И поехали, пробуем окучивать кривым окучником. Да, кстати, потом покажу бирку с фирмой, которая данный окучник делала. Ну, в общем-то, обо всем по порядку. Ладно, беру тяпку и пошел работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, мотоблок готов к работе. Сперва начну, по крайней мере, попытаюсь обучивать на резиновых штатных колесах. Спереди повесил курс. 25 килограмм. Собственно, если не пойдет, тогда поставлю уже круто зацеплю. На них точно будет хорошо идти. Так, ладно, поехали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА